Здравствуйте! Рада приветствовать вас в Доме Знаний. Меня зовут Асбарова Сусанна Иллоевна. Тема нашего вебинара – «Перемена в экономике и социальном строя». С данной темой вы ознакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. И сегодня я отвечу на вопросы, поступившие к нам после просмотра данного видеоурока. Итак, цели нашего занятия заключаются в том, чтобы изучить экономическую политику Александра Третьего и действия Бунки, сравнить деятельность Вышнеградского и ВИТЭ. Кроме этого, мы рассмотрим развитие сельского хозяйства России, опишем влияние реформ на социальное развитие. Итак, вопросы нашего занятия. Деятельность Бунки, экономическая политика Вышнеградского и ВИТЭ, сельское хозяйство, социальная структура пореформенного общества. Итак, статусу Великой Державы России необходима была мощная экономика. Однако, к началу 1880-х годов финансовая система России пребывала в расстройстве. Все дело в том, что крестьяне, на чьи плечи возлагалась значительная доля налогов, зачастую не могли их выплачивать. В государственном бюджете росли недоимки. Назначенный в 1881 году новый министр финансов Николай Христианович Бунки начал реформирование налоговой системы для улучшения ситуации. В первую очередь он решил улучшить положение крестьян. Чтобы этого достичь, были снижены выкупные платежи и постепенно отменялась подушная подать. Такая финансовая политика неизбежно вела к дефициту бюджета. Чтобы его восполнить и увеличить доходы государства, Бунки ввел дополнительные сборы с торговых и промышленных предприятий. Свои меры для пополнения бюджета предпринимало и правительство. Оно активно поддерживало российскую промышленность и существенно сократило армию. Но все эти мероприятия не помогли преодолеть дефицит бюджета. И Бунки 1 января 1887 года вынужден был уйти в отставку. Пост министра финансов занял профессор, крупный предприниматель Иван Алексеевич Вашнеградский, который хотел создать в государстве устойчивую денежную систему и укрепить российский рубль. Благодаря грамотной экономической политике, активной поддержке частного предпринимательства и привлечению в Россию иностранных капиталов, Вашнеградскому удалось не только преодолеть дефицит бюджета, но и добиться превышения доходов государства над его расходами. Одной из мер Ивана Алексеевича по укреплению финансов России стало увеличение золотого запаса казны. Для этого проводились закупки золота за границей, а также была увеличена золотодобыча внутри страны. Это позволило увеличить запас золота государства до 500 миллионов рублей. В 1892 году Вышнеградский по состоянию здоровья ушел в отставку. Его пост занял Сергей Юльевич Витте, известный российский государственный деятель. Своей политике он продолжил курс Бунги и Вышнеградского. Благодаря политике государственного протекционизма в последние десятилетия XIX века промышленное производство выросло в два раза. Активно развивались нефтяная и угольная промышленность. В целях создания единой государственной транспортной сети правительство выкупало частные и активно вело строительство казенных железных дорог. Самым масштабным проектом стала постройка так называемого Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали. Эта железная дорога соединила европейскую часть России с ее крупнейшими восточно-сибирскими и дальневосточными промышленными городами. В 1880-1890 годы продолжалось развитие сельского хозяйства России. Более выраженной стала его специализация в отдельных регионах. В то же время ведущей отраслью оставалась зерновая. Но сельское хозяйство развивалось гораздо медленнее, чем промышленность, поскольку было лишено поддержки государства. Также его рост стерживало сохранение помещичьего землевладения крестьянской общины. Происходила и постепенная капитализация сельского хозяйства. Некоторые помещики начали приобретать свой инвентарь и нанимать вольных работников для обработки земли. Сами же крестьяне не использовали сельскохозяйственные машины. Они продолжали обрабатывать землю сахой и деревянной бараной, слабо удобряли почву. Поэтому урожайность зерновых культур была очень низкой. Общая неэффективность крестьянских хозяйств была причиной их бедности и нехватки продовольственных запасов. В таких условиях любые природные бедствия могли привести к катастрофическим последствиям. Что и происходило с осени 1891 по лето 1892 года, когда белоснежная зима и засушливое лето вызвали сильнейший неурожай. Это привело к массовому голоду в Российской империи. В целом же увеличение сбора урожая достигалось за счет распашки новых земель, а не путем использования передовых методов. То есть российское сельское хозяйство конца 19 века можно охарактеризовать как экстенсивное. Далее мы рассмотрим, какие перемены во второй половине 19 века произошли в российском обществе. Несмотря на то, что все еще сохранялось сословное деление, в этот период в России уже активно формировалось буржуазное общество. В соответствии со сводом закона в Российской империи все население делилось на четыре главных разряда – дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Дворянство было высшим привилегированным сословием, которое, в свою очередь, делилось наличное и потомственное. К числу городских обывателей относились потомственные почетные граждане, купцы, мещане, ремесленники, категории сельских обывателей, включало в себя крестьян, казаков, а также иные группы населения, которые занимались сельским хозяйством. По всеобщей переписи населения, проведенной в 1897 году, самым массовым сослоем Российской империи было крестьянство – 77,5%. Городские обыватели составили 11,2%, казачество – 2,3%, дворянство – 1,5% и духовенство – 0,5%. Однако вместе с развитием капиталистических отношений все большее значение стало иметь экономическое положение человека, а не его сословная принадлежность. То есть в России продолжало формироваться буржуазное общество, включающее буржуазию, пролетариат и интеллигенцию. Бывшие крепостные государственные крестьяне административно объединялись в общины, самоуправляющиеся сельские общества. Несколько общин составляли волость. После отмены крепостного права жизнь в деревне сильно изменилась. Более заметным стало расслоение на бедных и обеспеченных. Начали разрушаться общинные порядки. Этому способствовали следующие факторы. Проникновение в деревню капиталистических отношений привело к формированию нового слоя зажиточных земледельцев. Безземельные и обедневшие крестьяне искали заработок в городах, вследствие чего в деревне возросла роль женщин. Сельское население в большинстве своем оставалось безграмотным. После крестьянской реформы 1861 года численность дворянства выросла за счет выходцев из других сословий. Более заметным стало размывание старой аристократии и ее слияние со служилым дворянством. Политическое и экономическое влияние дворянства в обществе ослабевало. К концу XIX века оно составляло всего четверть от общего количества государственных служащих. После отмены крепостного права дворяне сохранили около половины земли, получив компенсацию за вторую половину. Но для большинства из них шалование за службу стало единственным источником дохода. Среди привилегированного сословия стало увеличиваться количество предпринимателей. Они вкладывали имеющиеся деньги в развитие промышленности, строительства дорог, а также в страховое и банковское дело. Многие дворяне, получив образование, пополнили ряды интеллигенции. Однако частыми были случаи разорения дворян, после чего они переходили в низшие слои общества. Развитие капиталистических отношений способствовало росту и укроплению буржуазии. Она была представлена не только богатым купечеством, дворянством и мещанами, но и крестьянами, многие из которых были представителями старообрядческого движения. Пестрым был и национальный состав буржуазии. Так в число крупнейших представителей нового слоя входили русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, евреи и немало иностранцев. Заниматься предпринимательством стремились многие чиновники. Однако зачастую они злоупотребляли капиталом, похищали деньги, помогали промышленникам получать выгодные заказы и концессии. Концессия – это уступка передачи государством своих природных богатств или хозяйственных объектов в пользование предпринимателем на определенный срок. Поэтому в 1884 году был издан указ, который запрещал чиновникам становиться предпринимателем. И таким образом буржуазия, обладая мощной экономической силой, не имела политического влияния. Даже несмотря на частое ущемление своих прав со стороны власти, представители буржуазии видели самодержавие и защиту от революционных выступлений. Ко второй половине XIX века окончательно оформился такой общественный слой, как рабочие или пролетариат. Этому способствовало появление свободного рынка труда после крестьянской реформы 1861 года. Слой пролетариата включал в себя наемных рабочих, в том числе и занятых в сельском хозяйстве и промыслах. Но основу его составлял так называемый промышленный пролетариат. Это фабрично-заводские, горные и железнодорожные рабочие. Более половины российских рабочих были выходцами из деревень, поэтому российские пролетарии на протяжении длительного времени сочетали труд на фабриках с полевыми работами. Руководство предприятий, которые находились в сельской местности, учитывало эту специфику и подстраивало график работы под сельскохозяйственный год. В городе у пролетариев положение было более тяжелым. Они жили в фабричных казармах, в которых расселялись по территориальному признаку. Рабочий день длился от 12 до 16 часов. За плохую работу и опоздание в общежитии рабочие подвергались наказанию, чаще всего розгами. Также существовала система штрафов за некачественную работу, которые иногда достигали до 50% от зарплаты. Все это вызывало недовольство со стороны рабочих, которое в 1880-1890 годы вылилось в многочисленные акции протеста на предприятиях. Одной из прослоек российского общества конца XIX века была интеллигенция. Эта социальная группа не являлась ни четко определенным сословием, ни классом и объединяла людей, которые профессионально занимались умственным трудом. Среди них были ученые, литераторы, художники, инженеры, учителя, врачи, актеры, музыканты. По своему составу интеллигенция была неоднородной и состояла из представителей разных слоев населения, от дворян до разночинцев. Однако среди разночинной интеллигенции набирали силу антиправительственные настроения. Этому было несколько причин. Невозможность трудоустроиться по профессии и отсутствие в России политических свобод. Значительную часть населения Российской империи составляло казачество. За военную службу казаки получали землю, на которой они занимались земледелием и скотоводством, основным коневодством. В конце XIX века существовало 11 казачьих войск. Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семереченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское. В конце XIX века среди казаков также заметным стало расслоение на бедных и обеспеченных, но все же они обладали большей свободой землепользования, чем крестьяне. Итак, давайте подведем итоги. В 1880-е и 1890-е годы XIX века было укреплено финансовое положение России. В несколько раз увеличились темпы развития российской промышленности. Из аграрного государства Россия превратилась в аграрно-индустриальное. Сельское хозяйство оставалось экстенсивным, но все же происходила его постепенная капитализация. В России происходило сравнение новых групп общества – буржуазии и пролетариата. На этом наше занятие подошло к завершению. Очень рада была встретиться с вами. Надеюсь, скоро увидится с вами еще раз на платформе Дома Знаний. До новых встреч! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok